Приближающаяся внеочередная сессия парламента все больше дает поводов для рассуждений о будущем кабинета министров. После избрания нового премьера эта тема станет главной. В экспертных кругах звучат разные прогнозы, однако большинство аналитиков все же едины во мнении, что смена в составе все же будет. Для депутатов отставка премьера всегда была поводом почистить ряды исполнительной власти. Воспользуются они этой возможностью, скорее всего, и на этот раз. Борьба за новые должности внутри правительства, вернее в правительстве, будет идти очень ожесточенно и достаточно, мне кажется, закулисно. Тут будет очень много компромиссов. Из вице-премьеров, ну, я думаю, что сейчас большая борьба начнется за две должности в основном. Это должность Розакова и должность Панкратова, потому что с уходом Джеймбекова они тоже сейчас повисли. И останутся ли они, не останутся – большой вопрос. Потому что особых достижений у вице-премьеров мы не чувствовали. Вот, поэтому сейчас большой накал будет именно за эти две должности. Вслед за вице-премьерами постов могут лишиться и целый ряд министров. Претензий у депутатов накопилось много, поэтому недостатки в работе обязательно припомнят. Правда, говорить о масштабных изменениях не приходится. Если перестановки и будут, то лишь в некоторых из ведомств. То есть социальный блок, в принципе, он работает неплохо. То есть там-то задача – потратить бюджетные деньги, да. С точки зрения внешней политики, учитывая то, что Российская Федерация списала внешний долг Кыргызстану полностью, есть хорошие наработки с Китайской Народной Республикой. Например, выделены гранты на строительство и ремонт автомобильных дорог в городе Пешкеке и так далее. То есть внешнеполитический блок, в принципе, тоже нет смысла менять, особенно в преддверии предстоящих президентских выборах. То есть надо обеспечить и внешнеполитическое сопровождение, и обеспечивать избирательные права граждан Кыргызстану, находящихся за пределами Кыргызстана. Поэтому передвижки, скорее всего, коснутся те министерства, которые находились под критикой и, в принципе, обоснованной критикой. То есть министерства финансов, министерства экономики и, может быть, Минтранс. Однако многие эксперты не исключают, что коалиция решит пока придержать свои кадры на местах. Выборы – не время для серьезных изменений в правительстве. Поэтому проштрафившимся министрам могут дать шанс на реабилитацию. На переправе коней не меняют. Тем более мы сейчас входим в острый политический момент, связанный с выборами. Поэтому весь социальный блок, который будет завязан на проведение самых честных выборов, тронуть сейчас не смогут. Обеспечивать другую составляющую – это доходную часть и расходную часть – тоже никто трогать не будут. Возможно, будут передвижки второстепенного характера на уровнях технических министерств и ведомств. А так, в основном, кабинет будет в том же режиме работать, потому что коалиция еще живет, ставленники еще стоят, интересы прежние. Серьезные реформы, как считают аналитики, ждут правительства уже после президентских выборов. Когда будет ясна политическая ситуация, начнут распределять и посты. Не исключено, что в очередной раз может измениться и структура правительства. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.